здравствуйте дорогие друзья все вы знаете что домашняя выпечка гораздо вкуснее магазинной именно поэтому сегодня готовлю знаменитый шведский миндальный торт как в магазине икея но гораздо вкуснее сверху хрустящие миндальные хлопья нежный мягкий и ароматный крем и коржи из миндаля и так приступаем для приготовления отделила белки от желтков желтки понадобятся позже а белки со щепоткой соли взбиваю миксером в пушистую массу в три приема добавляю сахар и продолжаю взбивать до полного его растворения вот такая масса получилась теперь частями всыпаю перемолотый миндаль и аккуратно венчиком можно лопаткой перемешиваю всю массу выпекать коржи я буду формах диаметр 17 сантиметров дно застелила пергаментом помещаю тесто формы и равномерно распределяю выпекаю в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут а пока коржи выпекаются готовлю крем для этого в миску помещаю желтки высыпаю сахар ванильный сахар и все хорошо растираю венчиком затем выливаю сливки у меня 35 процентной жирности перемешиваю всю массу переливаю в сотейник ставлю на плиту и варю крем где-то 7-9 минут до загустения постоянно перемешивая чтобы крем быстрее остыл помещаю его в мисочку накрываю пленкой контакт и оставляю коржи испеклись они особо не поднимаются прохожусь ножом по бокам формы извлекаю и снимаю пергамент вот такой он получился довольно мягкий и невысокий миндальные хлопья поджариваю на сухой сковороде далеко не отходите так как они очень быстро поджаривается и нужно их постоянно перемешивать мягкое сливочное масло взбиваю миксером затем частями добавляю остывший крем и перемешиваем чтобы масса стала однородной я еще добавила полторы чайных ложки коньяка если вы готовите для детей то этот шаг пропускаете и теперь собираю торт дно тарелки смазываю кремом кладу корж крем и равномерно его распределяю затем второй корж крем нужно так распределить чтобы оставить немного на бока торта украшаю верх и бока миндальными хлопьями отправляю торт в холодильник на пару часов затем завариваем ароматный кофе или чай и наслаждаемся вкусной домашней выпечкой как видите торт готовится очень просто без заморочек благодарю что смотрели мое видео желаю вам удачной вкусной выпечки и до новых вкусных рецептов всем пока пока